Доброго времени суток! Сегодняшняя тема это аренда. Данное видео может быть интересно как юристам, так и людям, которые занимаются арендой, те, кто может быть снимают квартиру, снимают офисы и вообще как-то связаны с коммерческой недвижимостью. Аспекты, рассмотренные в данном видео, могут использоваться при составлении арендных соглашений, в том числе договоров найма, а также при спорах в судах общей юрисдикции и арбитр разных суда. Если проводить краткий исторический экскурс, то в России институт аренды зародился где-то между отменой крепостного права и 1906 годом, когда законодательно была закреплена длительная аренда. То есть арендные правоотношения связаны в первую очередь с тем, что крестьянам надо было как-то на длительный срок получать землю во владении. Естественно, их финансовое положение не позволяло им приобрести эту самую землю, поэтому и придумали арендные правоотношения помещика и крестьянина. Ну, в Советском Союзе институт арендных правоотношений был объявлен буржуазным и восстановился лишь в 1989 году, и вместо арендной использовалось понятие найма, применяемого прежде всего при съеме квартир и других жилых помещений. Важно понимать, что аренда – это очень большой институт. В аренду можно брать транспортные средства, можно брать недвижимое имущество, можно брать даже коммерческие предприятия, можно брать части зданий и части этих самых предприятий. Отдельно стоит остановиться также на финансовой аренде, то есть на лизинге, чему в будущем будет посвящено отдельное видео, поэтому советую подписаться на канал. Когда мы говорим об аренде предприятий, как бы это странно ни звучало, то при передаче этого самого предприятия в аренду передаются и другие объекты. Это могут быть автомобили, это могут быть офисы, это могут быть заводы и другие активы, входящие в ту или иную компанию. И данный вид соглашений очень удобен, когда, например, предпринимателю нужно взять в аренду целый комплекс различных услуг, однако при этом заключается только один договор. В российском законодательстве понятие «жилого найма» несколько смешивается с «жилой арендой», что следует из статей 606 и 671. Две данные статьи, в принципе, противоречат друг другу. С одной стороны, статья 606 указывает на синонимичность понятий аренды и найма, а с другой стороны, 671 статья выводит найм в отдельный вид правоотношений. Можно сказать, что это является советским рудиментом, когда под арендой понимается только коммерческое использование. Это важно учитывать прежде всего при составлении соглашений, чтобы не было путаницы, так как если в договоре будут содержаться словосочетания о найме и об аренде, то может возникнуть путаница, и такой договор может быть признан недействительным, либо вообще являться ничтожным. Интересно, что арендные обязательства могут быть переданы как актив, например, при создании общества с ограниченной ответственностью. Однако это лишь только следует из законодательства. Реальная практика отсутствует. Налоговая может отказать в такой регистрации, правда, никто не запрещает, например, подать жалобу на налоговую, сославшись на статью 615 ГКРов и Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как правило, в аренду могут передаваться только те вещи, которые не теряют своих свойств при использовании. Ну, например, молоко передать в аренду нельзя, потому что оно выпивается. И, конечно, нельзя передать в аренду бензин, потому что его расходует автомобиль. А вот земельные участки и другие природно обособленные объекты, исходя из знаний физики, по идее, не теряют своих свойств. И в этом правиле есть исключение. Существует ряд запрещенных объектов, которые не могут быть предметом договора аренды. В частности, это заповедники, памятники архитектуры, представляющие культурную ценность, территория Сколково, территория и помещение топливно-энергетического комплекса, а также собственность, находящаяся в ведении железнодорожного транспорта. Наверное, я не буду оригинальным, если напомню, что арендатор – это лицо, пользующееся арендованным имуществом на основании договора. При этом арендодатель – это лицо, передающее это самое имущество. Важно отметить, что все арендные соглашения заключаются в письменной форме. При этом, возможно, также форма электронного документа оборота, что следует из статей 160 и 609 ГК РФ. При этом договоры аренды длительностью более одного года подлежат государственной регистрации. Именно поэтому, как правило, например, при аренде квартиры договор заключается на 11 месяцев. Если же договор заключается, например, на 12 месяцев и один день, и он не был зарегистрирован в Росреестре, то считается, что этот договор является недействительным, фактически ничтожным. Так как законодатель непосредственно отмечает, что договор вступает в свою силу только после государственной регистрации. И это важнейший аспект, который необходимо учитывать при вступлении в арендные правоотношения. В целом, к основным аспектам, которые необходимо перечислять в арендных соглашениях, относятся место и время заключения сделки, стороны договора, предмет договора, условия по содержанию передаваемого имущества, а также форс-мажорные обстоятельства. При этом, на мой взгляд, наиболее важные условия заключаются прежде всего в том, на каких условиях договор прекращается. Например, если в нем не прописано срочное прекращение, например, в случае неоплаты, не поступления денежных средств на тот или иной расчетный счет, то такой договор может быть расторгнут только через суд. То есть, например, арендатор не платит по тому или иному соглашению, и если собственник с этим не соглашается, он не имеет права обратиться в полицию и сказать, выгоните этого жильца, сменить замки на двери. Это может трактоваться как взлом, либо проникновение в чужое жилище. То есть, это уголовное преступление. И в целом, арендодатель может расторгнуть арендное соглашение только через суд. А это достаточно длительное время. То есть, исходя из норм российского законодательства, арендатор, если он является физическим лицом, может какое-то время проживать в арендованном имуществе, даже если он не платит по договору аренды. И здесь не важно, как это называется, договор аренды или найма. В данном случае важна именно суть. Повышение безопасности арендных соглашений может заключаться в повышении сведений о сторонах. В частности, в реквизитах можно указать электронную почту, при этом в скобочках или отдельным пунктам также надо написать, что отправка писем на данный адрес может являться официальной претензией. В том числе и отправка исковых заявлений. Ну и для особенного повышения безопасности можно также указать мессенджеры, телеграм, ватсап, социальные сети и другие сведения. Вместе с тем, с точки зрения арендатора, также важно понимать, что сделка может являться не совсем безопасной, если в качестве арендодателя выступает субарендодатель, то есть не собственник помещения, а лицо, арендующее данное имущество у собственника. И если собственник расторгнет соглашение, расторгаются также и все субарендные обязательства. И в этом случае уже никак нельзя будет протестовать, можно, по идее, будет только вернуть деньги по договору. И то только через суд. Конечно же, если речь идет о физических лицах, то краткосрочная аренда гораздо больше защищает арендаторов. Например, на Авито, на сайтах R&B, на Букинге. Организации, администрирующие данные веб-сайты, являются как бы ответственными за сделку. И здесь важно понимать, что если речь идет о какой-то заграничной поездке, и вы снимаете именно на Букинге, то здесь действуют примерно те же правила. Гражданское право плюс-минус во всех, без исключения европейских странах, основано на кодексе Наполеона. А в России это некая смесь кодекса Наполеона и коммерческого права Германии. Ну, я бы сказал, с рудиментами советского права. Ну, и чуть-чуть, чуть-чуть совсем есть право Российской империи. Но в целом правила одни и те же. Важно понимать, что с точки зрения арендаторов, если мы говорим о коммерческой недвижимости, то они имеют право преимущественной пролонгации. И такое соглашение можно продлить, к примеру, через суд в рамках 621-й статьи ГКР. Если попытаться охарактеризовать особенности судебной практики по институту аренды, то важно отметить, что физические лица всегда обладают в споре с лицами юридическими большими правами. То есть государство старается защитить людей от потери жилья, даже если оно является арендуемым. Но и, конечно же, если судятся два юридических лица, то в данном случае договор, соглашение имеет гораздо большую силу, чем какие-то нормы закона или постановление Пленума Верховного Суда. Если предположить, как будет развиваться в дальнейшем законодательство об арендных обязательствах, то, возможно, в будущем арендные обязательства будут распространяться еще на непостроенные объекты недвижимости. Да, для физических лиц это может быть менее актуально, но, например, для спортивных клубов, особенно в крупных городах, подобная конструкция может представляться весьма интересной. Клуб вкладывает деньги в строительство, но деньги весьма ограничены и при этом получает, например, право на пользование тем или иным стадионом на 100 лет. Также я бы хотел упомянуть, что если вы являетесь торговцем, индивидуальным предпринимателем и торгуете на каком-нибудь рынке вещами или у вас там какая-нибудь парикмахерская точка, то вот такие микропомещения, которые ограждены такой полукартонной перегородкой, не могут браться в аренду, так как не являются отдельными объектами недвижимости. То есть передаваться может только юридически закрепленный объект недвижимости. И в данном случае будет неправильно, если при вступлении в то или иное право отношения вам будут подсовывать договор аренды. Данные договоры являются соглашениями об оказании услуг. То есть вам оказывают услуги о предоставлении помещений. Да, это звучит глупо, это звучит абсурдно, но в этом заключается специфика гражданского права. Если что-то не соблюдается, то то или иное соглашение всегда может оказаться просто ничтожным, противоречащим действующему законодательству. В целом судебная практика показывает, что спором, связанным с арендными обязательствами, как правило, предшествуют сделке купли-продажи имущества. Да, то есть меняется собственник. И в этом смысле вы можете предсказать, потребует ли, к примеру, арендодатель расторгнуть договор или не потребует. Вторым аспектом, как я уже и говорил, является отношение арендодателя к объекту, является ли он собственником. И, наконец, возможное банкротство того или иного юридического лица, вступающего в правоотношения. Ну, конечно, я здесь не говорю о лицах физических. Когда им нечем платить по своим обязательствам, это уже отдельная тема для разговора. Я буду очень рад, если вы напишите какой-нибудь вопрос, поделитесь репликой, мнением, ставьте лайки, делитесь данным видео в социальных сетях, сделайте репост, обязательно подписывайтесь на канал, так вы повышаете уровень правовой грамотности в Российской Федерации. Спасибо.